МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед началом сестя озвучил депутатам і меру суть вопроса. Колишній голова біляр-комунгоспу зробив все для того, щоб проблеми накопичувалися як Сніжний ком. Ми бачимо, що вони вирішилися і вирішуються в оперативному порядку, але це в ручному порядку. Тому ми хочемо просити, щоб ви активізували процеси по ліквідації підприємства і, зокрема, відкриття філялів комунальних підприємств Южнської міської ради для надання одного рівня послуг жителям як Южного, так і біляр. Жители Новых біляр хотят, щоб директора біляра і комунхоза привлекли к ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Руководитель КП, депутат гурсовета Андрей Горевенко, естественно, выступает против расформирования предприятия, но аргументов в свою пользу не приводит. Я безоцеменно буду настаивать и настаивать на том, щоб коммунальне предприятие в сельскох местностях ликвидировать нельзя. Но так как получилось, я не складываю у себя ответственность за то, що я буду принимать участие в депутатной комиссії, але в мене було вхажено. Время, все розсудить. Предприятие состоїть з одного единиці, говорящая голова директора. Все, більше на предприятиях нічого немає. Ні майна, ні оборудовання, ні спецтехніки, ні спецразрішення, але ще мільйон вопросів, які має бути решити директор коммунального предприятия, який взялся за ці услови. Проблема КП «Біляр» і «Комунхоз» существует уже давно. Люди не раз выходили на акції протеста. Щоби после ликвидації КП подобній вопросах к коммунальним предприятиям не возникали в будущем, депутаты предприняли кардинальные меры, утвердив положение о наблюдательних советах. Мы таким образом привлекаем гражданское общество к контролю за сегодня израсходованием бюджетных средств і вообще за все коммунальной сферой. Поможет показати действительно, какие на сегодняшний день существуют проблемы. Указать как, а мы, депутаты, уже будем реагировать на них і решать эти проблемы. Якщо не ми, якщо там проблема посерезні, то вже правоохранительні органи. «Это дополнительный рычаг воздействия на директоров предприятий не принимать незаконных решений. Все предприятия, которые оказывают услуги, депутаты хотят более тщательно і мобильно контролювати їх». Результаты работы наблюдательних советів будут озвучиваться на заседаниях депутатских комиссій і сессіях. «Чтобы директора предприятий коммунальных понимали, що їх в любой момент можуть прийти без всякого решення сессії, без всякого создання временных комиссій могли прийти на наблюдательний совет, просмотреть, пронаблюдать і зробити виводи». Кроме положения о наблюдательних советах при коммунальных предприятиях, живую дискуссию також вызвал отчет о работе за год руководителя Южнинской телестудии, которая также является коммунальным предприятием. К директору телеканала МИК Ольги Годовенко у депутатов накопилось немало вопросов. В частности, депутат Александр Гречкин акцентировал внимание на необъективном, по его мнению, освещении ряда проблем громады. «Скажите, для чего вы раскачивали ситуацию в бильярдах, очерняя депутатом, очерняя городской совет? Вы, надеюсь, понимаете, что ЮТВ – это структурное подразделение городского совета. Мы приняли решение, а вы всячески пытались ответить негативную сторону». Кроме отчета, руководство телестудии МИК депутаты заслушали еще несколько отчетов о реализованных программах, а также увеличили штатное расписание подконтрольных городсовету структур для улучшения оказания населению админуслуг. В частности, оптимизировали работу госрегистраторов. Всего же в повестку пятой очередной сессии Южненского горсовета было включено более 150 вопросов. На первом пленарном заседании депутаты рассмотрели около сотни. Остальные будут рассмотрены на втором пленарном заседании, которое запланировано на 3 марта. Редактор субтитров А.Семкин